Всем привет! Вы на канале MyGadget и сегодня мы для вас собрали самые лучшие модели клавиатур, которые на сегодняшний момент есть на рынке. Из нашего ролика вы узнаете, какую клавиатуру убирает геймеры, чтобы свести задержку к минимуму, почему соединение по радиосигналу намного лучше, чем по блютуз, ну и конечно же, какую модель выбрать, если вы хотите собрать клавиатуру самостоятельно, да так, что получился не какой-то там Франкенштейн, а настоящая топовая кастомная клава. Мы разделили участников по номинациям и покажем вам лучшую модель для игр, лучшую модель с самыми надежными внутренностями, конечно же, мы покажем вам лучшую модель без проводов, конечно же, лучшая модель в сочетании цена-качество, ну и покажем вам, какой кит выбрать, если вы хотите прокачать девайс самостоятельно. Короче, мы не брали модели дешевле 13 тысяч рублей, но поверьте, они все достойны того, чтобы оказаться на вашем компьютерном столе, они даже хотят этого, хотят поскорее оказаться под вашими пальчиками, вот мне слегка, вот, и прослужат вам эти модели не один год, и не два, и не три, и не четыре, и не пять, и не шесть. А еще у нас будут только механические клавиатуры, они намного долговечнее мембранных, да и, в принципе, подходят людям, которые очень много проводят времени за компьютером, ну, не знаю, из-за работы или компьютерных игр, или они говорят, что работа это на самом деле-то из-за компьютерных игр, ну, короче, ну, вы все сами знаете. В общем, смотрите ролик до конца и пишите нам, какая клавиатура вам понравилась больше всего, ну, а мы начинаем. Итак, мы начинаем с первой модели, это лучшая геймерская клавиатура, и у нас здесь вармила шурики ханзо. Цена на момент записи видео 16 тысяч 490 рублей. Звание лучшей геймерской клавиатуры получает по-настоящему самурайская модель. Если бы она не выиграла, она бы себе сделала харакири. Название происходит от слова сюрики, или сюрикен, или сюрикин, как-то так. А ханзо это знаменитый японский воин 16 века. В общем, есть такое ощущение, что эта клавиатура специально создавалась для файтингов и онлайн баталий. В общем, давайте смотреть подробнее. Вармила в приятном песочном и сером цвете. Так и хочется запустить контр-страйк, взять АВП и раскидать пару нубов на медле на каком-нибудь Dust 2. В комплекте есть дополнительный кожух. По настроению можно выбрать между песочным и болотным цветом или играть и вовсе без него. В правом верхнем углу две темно-зеленые ручки регулировки. Одна отвечает за яркость подсветки, вторая за громкость на ПК. Клавиатура подключается по проводу Type-C или через Bluetooth 5.0. В беспроводном режиме работает без подзарядки до 30 дней с выключенной подсветкой. А это примерно 8 часов ежедневных баталий. Придраться тут можно разве что к отсутствию радиоканала. Он по сравнению с Bluetooth стабильнее, а персонаж в игре быстрее откликается на действия игрока. На клавиатуре только английская раскладка, но если нужно, можно нанести и русскую. Ребята из Geekboards с удовольствием сделают апгрейд. Переключатели этой модели срабатывают без прямого соприкосновения контактов, что делает нажатием мягким, гладким, а главное мгновенным. Хорошая реакция в большинстве игр – важное преимущество. Внутри стабилизаторы от Varmilo, чем-то похожие на Cherry, лидера в индустрии начинки для клавиатур. А еще фирменные свечи Easy Rose 2. Последние, правда, при тайпинге издают пружинный звон, если переключатели не смазаны. Кейкапы сделаны из ABS-пластика по технологии двойного литья. Символы не сотрутся, так как клавиши отлиты из двух цветов пластика и соединены между собой. Кейкапы надежные и приятные на ощупь. Внутри – ребра жесткости и толстые стенки. В наборе игроки найдут кейкап Puller, чтобы легко снимать клавиши для ремонта или замены. Под пробелом производитель добавил дополнительный слой шумоизоляции, чтобы добиться более приятного звучания. Существенный недостаток этой клавиатуры – отсутствие технологии Hot Swap. Поменять свечи без паянника не получится. По всей клавиатуре проходит стильная белая подсветка. У нее 6 режимов – статичное свечение, дыхание, волна и другие. Функция Full NK Rollover позволяет зажимать сколько угодно клавиш одновременно. Это неоспоримое преимущество для игр, где нужно прожимать до 10 клавиш для разных комбинаций, иначе есть риск проиграть. Работает эта функция только в проводном режиме. В беспроводном подключении доступно максимум 6 одновременно зажатых клавиш. Сзади у клавиатуры, кроме стандартных ножек, для регулировки есть одна длинная подставка во весь корпус. Отрегулировать ее можно как вам угодно. А теперь кратко о плюсах и минусах модели. Плюсы. Надежные и приятные кейкапы. Дополнительный кожух в наборе. Быстрые переключатели. Дополнительная шумоизоляция у пробела. Функция Full NK Rollover. Минусы. Нет подключения по радиосигналу. Нет хот-свапа. Вармилу, шурке, ханцу – это отличный вариант для любого геймера. Клавиатура подарит приятные ощущения во время игры. Но есть две вещи, которые разочаровывают. Это отсутствие радиоканала, подключение по радиоканалу и, конечно же, что вам придется бежать на перепайку, если, не дай бог, один из свечей выйдет из строя. Ну а мы переходим к следующей модели. Погнали! Представляю вам Vortex PC66. Цена на момент записи ролика – 18690 рублей. Эта клавиатура может считаться лучшей беспроводной клавиатурой из тех, что есть сегодня на рынке. Она может подключаться как и по Bluetooth, так и через адаптер радиоканала. Чтобы не удорожать модель, производитель снабдил ее не аккумулятором, а тремя мизинчиковыми батарейками. Ну и провод Type-C, конечно же, тоже есть в комплекте. Клавиатура в строгом черно-белом дизайне. Напоминает олдскульный IBM. Тут нет ярких элементов, но зато есть современная начинка. В клавиатуре реализован так называемый gasket mount. Плата крепится с помощью демпферных прокладок, что изолирует ее от прямого контакта с корпусом. Звук печати становится тише. Vortex PC66 – это модель с технологией Hot Swap. Менять свечи можно без паянника. Внутри стоят переключатели от Cherry. На выбор есть линейные, тактильные и кликающие. Каждый найдет то, что для него более важно. Плавный ход, универсальность или тактильная отдача. У Vortex отличные стабилизаторы. Звук пробела и других клавиш при печати одинаковый, без гребежа. Размер клавиатуры 65%. Она компактная и легко поместится на любом рабочем столе. А о том, как выбрать удобный компьютерный стол, мы рассказали в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и прокачивайте не только свою технику, но и рабочее место. А мы возвращаемся к нашей модели. Настроить макросы и переназначить клавиши можно с помощью специального софта. Vortex Gear Guay. Работает программа только с Windows. Кейкапы сделаны из прочного PBT-пластика с применением Dye Sublimation технологии под высоким давлением. Символы не стираются и не чувствуются при печати. Снизу у клавиатуры регулируемые ножки и прорезиненные вставки для устойчивости. Также, как и у предыдущей модели, у Vortex есть функция Full NK Roller. В проводном соединении можно нажимать сколько угодно клавиш одновременно. В коробке с клавиатурой можно найти 9 сменных клавиш, K-кап пуллер, свитч пуллер и шестигранный ключ. А теперь тезисно о плюсах и минусах Vortex. Плюсы. Беспроводное подключение по Bluetooth и радиоканалу. Отличные стабилизаторы. Широкая комплектация. Технология Hot Swap. Минусы. Батарейки вместо аккумулятора. Не самое интуитивное ПО. Vortex это та самая идеальная клавиатура, которая подойдет и для повседневной печати, и для множества игр. Соединение по радиоканалу обеспечивает стабильный отклик, а приятный тайпинг не оставит равнодушным большинство пользователей. Ну а мы переходим к следующей модели. Погнали! Leopold FC660 MPD. Цена на момент записи ролика 11 690 рублей. Номинацию «Самая надежная клавиатура» смело отдаем этой малышке. Потому что здесь улучшенные стабилизаторы, неубиваемые кейкапы и отличное качество сборки. Но давайте обо всем чуть подробнее. В этой клавиатуре вы точно не услышите неприятный дребезг или посторонний шум. Все это благодаря прокачанным смазанным стабилизаторам с анти-роттлинг-модом. Стабы тихие и почти не люфтят. Кейкапы супернадежные. Сделанные по технологии двойного литья из PBT-пластика. Клавиши приятные на ощупь, а при нажатии издают мягкий глухой звук. Они не полируются со временем, как аналоги из ABC. Приятное дополнение – русская раскладка. Профиль кейкапов с небольшим наклоном, что удобно и эргономично для рук пользователя. У него есть свое название – Step Sculpture 2. Этот профиль увеличивает скорость набора, а еще создает ощущение, будто палец прилип к клавище, отчего хорошо контролируется нажатие. Клавиатура поддерживает Encro-функцию. Пользователь может зажать сколько угодно клавиш, сбить ее с толку не получится. Работает, как у предыдущих моделей, только через USB-подключение. На задней стороне расположены ДИП-переключатели. Они помогут поменять местами функции кнопок Ctrl и Caps Lock, Windows и Alt, Windows и Fn, или отключить Windows в принципе. Благодаря этому модель совместима и с оперативной системой Mac. Компактность клавиатуры никак не влияет на функциональность. У модели есть Fn-слой, при этом клавиш меньше – всего 66. Войлочная подложка внутри корпуса поглощает звуки при нажатии и делает процесс печати тише. Переключатели здесь, как и у большинства других участников топа – Cherry. Нажатия легкие и упругие. Работать и набивать километры текста при такой клавиатуре можно без особых проблем. Пальцы точно не устанут. А вот хот-свап-системы тут нет, хотя она может не спасти от перепайки. Переключатели от Cherry славятся своим качеством и очень редко ломаются. А вот если их постоянно менять, то сама хот-свап-система рискует прийти в негодность. У клавиатуры нет программного обеспечения, но есть мультимедийные функции, которые активируются при нажатии Fn. В коробке пользователи найдут USB-провод для подключения, дополнительные кейкапы и пластиковый пуллер. С характеристиками разобрались, а теперь посмотрим на плюсы и минусы модели. Плюс – продуманная эргономика, компактность, отличные прокачанные стабилизаторы, надежные кейкапы, широкая комплектация. Минусы – нет хот-свап, нет беспроводного подключения. Leopold – это прекрасный вариант для тех, кому не важна подсветка или яркий дизайн, а нужна ультра-надежная минималистичная клавиатура. Внутри – идеальная распайка и точная подгонка всех деталей. Все отшлифовано до мелочей и прослужит вам не один год. Ну а мы переходим к четвертой модели. Поехали! А у нас номинация «Лучшее сочетание. Цена-качество». И здесь у нас Вармило Саммит Р1-87. Цена на момент записи видео – 19 490 рублей. Второй раз в нашем топе присутствует бренд Вармило. И в этот раз в номинации «Цена-качество». Хм… А это что-то дозначит. Давайте рассмотрим эту клавиатурочку чуть поближе. Взяв эту клавиатуру в руку, можно сходу ощутить дух Скандинавии. И для этого не обязательно покупать билеты на авиасейлс до Стокгольма или Копенгагена. Датские дизайнеры изобразили на ней горные мотивы, нарисовали лес, топор и палатку. В общем, любителям природы точно зайдет. Кейкапы Вармило сделаны из PBT – пластика двойного литья. Клавиши гладкие и приятные на ощупь. Чтобы их заменить и кастомизировать клавиатуру, можно использовать пуллер, который идет в комплекте. Особое внимание хочется уделить кнопкам Enter, Shift и Backspace. Стабилизаторы и смазка делают их ход равномерным и плавным. Стабилизаторы, к слову, от всего того же Cherry. Они смазаны с завода и убирают неприятный железный лязг. На выбор к этой модели предлагают красные, голубые и коричневые свечи и тоже от Cherry. А еще Silent Red для тихого тайпинга или серия Вармило EC. Внутри клавиатуры металлическая пластина, которая не даст корпусу деформироваться и поможет избежать серьезных повреждений при падении. Но специально проверять это мы не советуем. Там же находится и шумоизоляция для более тихой печати. Функция Full and Key Rollover, так же как и у других участников, позволит нажимать хоть все кнопки за раз. Полезна для замороченных комбинаций в игре. Да, например, в Hogwarts Legacy. Отключение R1 проводное по Type-C. Канавки в корпусе помогают вывести провод как спереди, так и сбоку. Беспроводных функций тут нет. У белой подсветки три режима, а еще четыре уровня яркости. Не сказать, что выглядит она прям вау. Да и толщина кейкапов не позволяет разглядеть буквы и цифры в темноте. В общем, лучше выключить ее и наслаждаться красивым дизайном. Мультимедийные функции совместимы как с Windows, так и с Mac OS. А теперь кратко расскажем о плюсах и минусах моделей. Плюсы. Стильный дизайн. Надежные кейкапы. Прочные стабилизаторы. Металлическая пластина в основании. Минусы. Нет Hot Swap. Подсветка не помогает увидеть символы в темноте. Нет беспроводного подключения. Вармилу R1 это та клавиатура, при виде которой ваши гости сразу скажут вау. Ну, стильный дизайн и правда заставляет вас рассматривать ее первые несколько минут после вскрытия коробки. Но не только красивый дизайн позволил ей оказаться в этом топе. Классные, надежные внутренности, прочный пластик. Вот что сделало ее лучшей в номинации цена-качество. А мы переходим к следующей модели. Эта модель идеально подойдет для тех, кто в детстве просто писался кипятком от лего. Это я. Погнали. Ну что, финальная модель. Лучшая кастомная клавиатура. И здесь у нас Ginko 65 Pro Kit. Цена на момент записи видео 31 990 рублей. Вау. Давайте разбираться, что к чему. Для всех любителей кастомных клавиатур мы предоставляем вам лучшую базу для сборки. Она идеально подойдет, чтобы прокачать ваше устройство и сделать его таким, каким хочется. Именно вам. В общем, вариант собери себя сам. Очумелые ручки. Лего для взрослых. В общем, называйте эту клавиатуру по-разному. Корпус базы сделан из анодированного алюминия. Он на долгие годы сохранит свой внешний вид, а его вес не даст клавиатуре дрогнуть в ответственный момент. Один килограмм, триста грамм. Именно столько весит эта база. А ведь это еще без кейкапов, переключателей и кабеля. Плейд закреплен с помощью демпферных накладок. Тот самый гаскет-маунт, о котором мы говорили ранее. Плейд и корпус изолированы, а потому звук печати более аккуратный и тихий. На поверхности платы есть специальные прорези, которые усилиют ее подвижность, помогая сделать нажатие мягким и упругим. В базе есть сокеты, чтобы менять переключатели без паяльника. Тот самый хот-свап. Модель поддерживает несколько раскладок. Классическую NC65, санган, нижний ряд и ступенчатый капслок. Переназначить клавиши, слои и создать макросы можно в программе ВИА. База поддерживает подобное программное обеспечение. Две подложки делают печать тише и поглощают вибрации от нажатий. Весь набор упакован в плотный чехол, в который можно перевозить саму клавиатуру или аксессуары для нее. В завершении скажем пару слов о плюсах и минусах. Плюсы. Крепкий корпус. Ход, свап, плата. Поддержка ПО. Шумоизоляция и виброизоляция. Чехол для хранения в комплекте. Минусы. Высокая стоимость. Гинка ПРО это отличный вариант. Это отличная база для тех, кто хочет создать клавиатуру своей мечты. Тут есть все, что любят опытные пользователи, когда пишут на форумах, а той клавиатуре чего-то такого не хватает, того-то и того не хватает. Ну вот вам отличная возможность создать то, что вам нравится. Добавить сюда то, чего вам не хватает. Все, осталось что подобрать. Кейкапы, переключатели и вперед за сборкой в гикбордс. Как видите, свою клавиатуру мечты я уже собрал. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Теперь вы знаете все о самых топовых моделях на рынке и сможете без труда собрать свою кастомную клавиатуру. Ну, ту клавиатуру, о которой так давно мечтали. Друзья мои, мы завершаем наш обзор. И как всегда, я прошу вас, умоляю, требую, угрожаю, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить все о новинках в мире техники. Конечно же, напишите в комментариях, какая клавиатура вам понравилась больше всего. Нам очень важно узнать ваше мнение. Меня зовут Денис, это был канал MyGadget. Пока. Escape. Субтитры сделал DimaTorzok